Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас очередной скринкаст по шоткат. И я боюсь, к разочарованию некоторых подписчиков, это завершающий скринкаст по шоткат. Итак, в одном из комментариев кто-то просил рассказать, как вырезать хромакей в шоткат. Меня заинтересовало, способен ли шоткат на это. Вырезать хромакей — это значит вырезать зеленый фон, ну или синий. В зависимости от того, на чем велась съемка. Вот я на хромакее. Кладем на монтажный стол. И сгенерируем еще один файл. Просто сплошную заливку. Теперь нам нужно положить то, что вырезаем сверху, а то, что будет фоном снизу. О том, что сейчас происходит смотрите в предыдущих скринкастах. У шоткат есть такая особенность. Если под вырезаемым слоем нет другого фонового, то он ничего и не вырежет. Ничего не произойдет. Итак, вот мы все подготовили и в фильтрах, в видеофильтрах у нас есть такая штука. Хромакей. Продвинутый. Вот. Теперь нам осталось нажать на пипетку и указать ему цвет, который надо вырезать. И собственно на этом все. Далее тут есть какие-то настройки, но они к сожалению для красоты. Вообще для того, чтобы понять чем отличаются настройки для красоты от действительно настроек, вам нужно посмотреть скринкаст про то, как вырезать хромакей в DaVinci. Ссылку оставлю в описании. И если при беглом взгляде может показаться, что серьезных различий нет и тут вырезаем и там вырезаем, поверьте, если будете делать сами, разница очень заметна. Например, вот эти резкие края. Их нужно по меньшей мере размыть. На фото это не так бросается в глаза, а вот на видео будет штробить. Теоретически есть небольшая подстройка хромакея в фильтре Альфа канал подстройка. Собственно прозрачный слой это Альфа канал по-научному. Вот этот бегунок. Нет, почему? А, тут нужно выбрать степень сжатия. Тоже кстати можете поиграться, но существенно ничего не изменится. Вот, мягкое сжатие. Так мы подрезаем маску, а так выдвигаем ее чуть подальше от краев. Тоже может пригодиться, но в принципе если уж вы добрались до хромакея, отснялись на зеленом фоне, я со всей определенности могу сказать, что шоткат вам мал. Можно конечно делать какие-то скетчи, положить какое-то фоновое изображение. Если его немножко размыть будет даже похоже на что-то, но для чего-то серьезного хромакея в DaVinci не годится. Все-таки хромакей, как и цветокоррекция, как и шумодав это алгоритм. Очень сложный. И если бы его можно было легко воспроизвести, то не было бы платных монтажных программ и вообще не было бы деления на профессиональные и непрофессиональные редакторы. Все-таки с сожалением могу констатировать, что шоткат для новичков или для тех у кого слабые машины. И тут ничего не поделаешь. Хромакей тут хромает, простите за каламбур. А вот цветокоррекция тут в принципе есть. Тоже не идеальная, но это уже вполне может помочь вам в работе. Фильтр цветокоррекция, как не сложно догадаться. Тут три цветовых круга и три шкалы сбоку. Про шкалы позже, сейчас про круги. Три цветовых круга это тени, середина и света. То есть выбирая оттенок в тенях мы меняем все черное, все тени, не затрагивая светлые и средние области. Черные становятся в данном случае немножечко синеватыми. Это кстати самый простой способ придать картинке немного шарма. Тени увести в синее, света, а света это чаще всего лица и так далее, немного зажелтить, но оттенок нужно искать. И потом еще немного погонять серединой, уже на глаз. Я бы тоже добавил тут немного сине-фиолетового. Теперь что касается этих трех шкал. Это темнее и светлее тоже по теням, светлым и середине. То есть тоже вы меняете не всю картинку, а меняете только светлые оттенки, например делая их еще более светлыми или менее светлыми. Но при этом света здесь к сожалению работают плохо, они идут сразу в пересвет. Поэтому их я бы трогал в крайнем случае, а вот черные тут вполне работают. Тени сделали чуть потемнее, а серединку чуть посветлее. Вот такая примерно получается картинка. Вот так было и вот так стало. Собственно почему я думаю, что на этом надо заканчивать. Все-таки шоткат это не полноценный редактор. Это такая простая программа исключительно для того, чтобы порезать-склеить. А об этом я уже рассказывал. Пытаться выжать из нее что-то серьезное это не дело. Это как чесать левой пяткой правое ухо. Хотите сделать что-то большее, чем порезать-склеить? Вам нужен DaVinci или Adobe. Все, любите друг друга, переходите на DaVinci или Adobe. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok